Йоу! Саламу алейкум, банда, с вами Киседа Штором, и я продолжаю играть на проекте Резон РП Шоу Лоу. Это уже четвёртая серия нашего пути к одному миллиарду к концу лета, поэтому, братан, запасайтесь печенюшками, заваривайте чаёку, ролик обещает быть интересным. Также, братан, давай сейчас сыграем с тобой в игру, если ты успеешь за 5 секунд поставить лайк и написать комментарий, то на твой день рождения тебе подарят то, чего ты больше всего хочешь. Ну а я не буду затягивать, а мы полетели. Раз добавьте Хаги-Ваги. У нас пропал Синий Хаги-Ваги, ребят! Нет! Нет! Хаги-Ваги, нет, нет, нет! Итак, первым делом, зайдя в игру, я взял квесты банды, а именно, чтобы поехать их и пройти. Логично. Я взял свою машинку и отправился, в принципе, пособирал счастливую травку, точнее, бандитскую травку, ну вы поняли. После чего я грабанул военочку. Это выполнено довольно быстро и получил за это плюс 2 ларца с премией. После чего я приехал на рыбалку, где купил удочку и немного порыбачил. Правда, почему-то у меня в некоторых местах не ловило рыбу, хотя обычно там ловят. Напишите, заядлые рыбаки, почему так-то и где лучше ловить и на что. После чего я съездил к лакшери ларцам и поймал плюс 1 лакшери ларец. Далее я приехал на секонд-хенд, но меня, как обычно, кикнуло. Но я не растерялся и опять приехал на секонд-хенд, был там почти что один и опять начал скупать одежду секонд-хенда. В последнее время, кстати, одежда секонд-хенда подешевела, но все равно на ней можно хотя бы чуть-чуть, но и наварить. Поэтому я вам советую, в принципе, здесь работать. Но если вы будете здесь работать, пацаны, то знайте, что в лавке вам придется стоять очень долго. И после чего я еще успел на мероприятие собирателей, где начал собирать, в принципе, яйки. За 5 минут я собрал около 50 подарочков, в принципе, неплохо. После чего я опять залетел на лакшери ларцы и поймал еще плюс 1 лакшери ларец. Кстати, все, кто меня узнает в игре, всем передаю приветки, ребятки. Последнее время меня очень часто начали замечать в игре, я думаю, что в следующих сериях мне нужно сменить ник. Как вы думаете, сменить мне ник или нет? После чего я быстренько перезашел и взял закладочку и помчал за ней. Из первой закладочки мне дропнулась охлаждающая жидкость для видеокарты 2 штуки, что довольно неплохо. Хотя сейчас в последнее время биток начал падать, вместе с битком и все цены даже на Аризоне. И поэтому как бы биток это такая вещь, что она может как и взлететь, и цены могут подорожать, капец, как, а может и рухнуть, что вообще все будет стоить по дешевке. С Аризоной это тоже связано. К сожалению, вторую закладку мне не удалось взять, так как все закладки забрали. После чего я хотел арендовать фуру, потому что многие писали поработать на арендованной фуре, но почему-то я не мог взять фуру. Писало, что типа слот для машины занят, походу из-за того, что у меня есть тачка, я не мог взять в аренду фуру. И поэтому мне не повезло. Я приехал опять на лакшери ларцы, и в этот раз мне не удалось поймать лакшери ларец, потому что было очень много людей. Я поймал лавочку на ЦР, кстати, в последнее время мне очень-очень тяжело ловить лавки на ЦР, потому что реально парни просто стоят там по часами, по годами, блин, я не знаю. Но все-таки мне удалось поймать хоть какую-то лавочку, и я выставил все, что у меня было на продажу, и пошел отдыхать. Зайдя в игру, я увидел, что меня крашило, поэтому много чего у меня не скупили. Я прибежал на ЦР, скупил там кучу всего по дешевке, я увидел, что зловещие монеты продают вообще по 200 тысяч, хотя я раньше их сливал по 390. Я не понял, почему так, кстати, парни. Напишите, кто шарит в комментариях. Ну, я думаю, что я их хотя бы по 250 смогу продать, и надеюсь, я не лоханулся. На следующий день я зашел в игру, взял сразу же квесты банды, и опять помчал их проходить. Опять пособирал счастливую травку, и опять грабанул военочку. После чего я решил все-таки продать свою машину, потому что я очень хотел взять в аренду фуру. Я снял весь тюнинг, который у меня был, потому что мне писали под прошлыми сериями, под комментариями, что с тюнинга я ушел в огромный плюс, когда брал эту машину. Потому что данный тюнинг стоит в районе 3 миллионов, а машину я взял за 1,3. Поэтому, парни, я решил весь тюнинг снять, а машину выставил за 800 тысяч. Со мной торговали за 730, я не хотел долго стоять, и поэтому быстренько ее слил за 730 тысяч. После чего приехал опять за фурой, но почему-то мне опять писало, что я не могу взять, так как у меня нет свободного слота. Я ничего не понял, парни, кто шарит, напишите в комментариях, что за баг. И поэтому я решил отправиться на нефтевышки, и начал работать именно там. Скупать нефть на нефтебазе, а продавать его уже, в принципе, у порта. Всего сделал я около 3-4 рейсов, и мне за это все дало только плюс 1 ларец джентльменов. Не повезло, не фартануло. Также, по пути, когда я работал, я купил еще удочку, думал порыбачить, но почему-то в море не было рыбы. Очень странно, я ничего не понял, возможно, опять какой-то баг, а возможно, я лоханулся. Напишите в комментариях. И я опять примечал на лакшери ларцы, и в этот раз я опять поймал плюс 1 лакшери ларец. Зайдя в игру, я заметил, что я отыграл уже 48 часов, и могу выбрать себе любую машинку. Я выбрал себе ладу приору, хотя дастер мне очень нравился, но так как он у меня уже был, я решил взять приорку. Прибежав я за закладочкой, взял ее и помчал за ней. Но теперь хотя бы мне не надо тырить, в принципе, мопеды у бомжей, я просто взял в аренду вот такую вот теслу за 15 тысяч. И отправился за закладкой, с которой мне выпало материалы 300 штук. И под конец этой серии я еще раз прибежал на мероприятие с собирателей. И опять пособирал подарочки. Хотя я зашел в этот раз не под конец, а где-то в середине, людей было намного больше. Но все равно мне удалось даже насобирать больше подарков, чем обычно я забираю под конец. Под конец я обычно забираю по 50 подарков, в этот раз мне удалось забрать целых 60. Ну поэтому, парни, какая-то вот такая вот была серийка. Если она вам зашла, то прижимайте лайкосики, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Как обычно, набираем 300 лайков на этой серии, я иду снимать для вас следующие. Ну а с вами был, как всегда, Штором. Всем удачки, всем пока.